Всем привет! Сегодня состоит от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю. Вы можете поставить лайк, если считаете, что такие видео интересные, полезные на моем канале. И потом напишите комментарии, рекомендации по истории. Давайте приступим. Я отдыхала в июне этого года в Турции, случайно познакомилась на улице с молодым человеком. Я прогуливалась по местной набережной, искала место, где можно отдохнуть и потанцевать. Вычитывая локдаун, с последним было очень проблематично, клубы были закрыты, работало немного баров, но людей было очень немного, практически никто не танцевал. Я присматривалась к заведению, а он подошел ко мне, завязался разговор. Время было вечернее, все закрывалось, я уже собиралась в отель. Он вызвался меня проводить. Я не очень хотела, чтобы за мной кто-то шел, знал мой отель, где я остановилась. Я его отговаривала от этой идеи, но он был очень настойчив. Разница в возрасте ему была 20 лет, а мне 28. Разница его не смущала. Мои аргументы, что после 10 его может остановить полиция, оштрафовать, были отклонены. Но проблем в money doesn't matter, он сказал, что меня очень поразило. Маленькая ремарка. За пару дней до этого к моей подруге подкатывал турок, и как близился вечер, его активность падала. Он не хотел высовывать нос из дома, боялся штрафа, все прогулки до 10 максимум. А тут такой контраст. Конечно же, по дороге мы встретили полицию. Я полагаю, ему выписали штраф, просили документы, составляли какие-то бумаги. Но в силу незнания языка, я не поняла содержание беседы, и мне содержание бумаг тоже было неизвестным. Меня до сих пор мучает вопрос, насколько это для них серьезно. Какие отношения у турок с полицией? Или у них это рядовая ситуация? Зачем из-за человека, которого ты видел не больше часа в своей жизни, нарваться на штраф? Или штрафа не было и ограничились предупреждениями? В общем, после этого эпизода сыграло страшное женское чувство, жалость, и я оставила ему свой номер. Мы виделись на следующий день, потом я уехала домой на родину. Он все намеревался проводить, но я отклонила предложение. У меня был пакетный тур с включенным трансфером, и мне не хотелось исковать, да, и привлекать к себе внимание, чтобы потом меня не искали, куда делать с туристкой и так далее. По приезду домой он писал, как по мне скучает, как любит, хочет поехать ко мне и так далее. Последнее я не поддержала, испугалась, мало ли вдруг правда приедет, тем более цены на авиабилеты меньше штрафа. Да и я об этом не знала, что делать, не говоря уж, я не готова к таким визитам. Все-таки малознакомый человек, которого я видела два раза в жизни всего. Да и больше склонны к тому, что все, что было в Турции, должно остаться в Турции. С моря лучше привозить более стандартные сувениры, халву, лукум, а не кавалеров. Потом было три недели тишины, я уже подумала, все, прошла любовь, завяли помидоры. Но он опять объявился с сообщениями, как дела, люблю, скучаю, приезжаю в Турцию. Поскольку у меня мама учила быть вежливой девочкой, установка мамы. Я по минимуму ему отвечала, что-то пропускала мимо. Мне не хотелось оборванных телефонов, обид и минусиков к карму. Думала, лет впереди, город курортный, отдыхающих много, может, сам потеряет интерес от ответов, что в Турции я пока не планирую. Но он все равно периодически раз в пару дней мне пишет. В переписке он просил мои фотографии, я проигнорировала это сообщение. Но никогда не заикался за Инстаграм. Вряд ли бы я его дала, но на фоне сообщений, люблю, скучаю, чуть ли не хочу от тебя детей, мне спросить такую мелочь странно для меня. Не очень свидетельствует о серьезности намерений. Да и вся ситуация, особенно эпизод с полицией, мне не до конца понятен. Зачем проблемы с полицией только, возможно, для возможности приятного времяпрепровождения или для турецких мужчин это нормально? Что все это такое было? Я спешу сообщить вам классную новость. 4 ноября стартует мой авторский курс по теме страхи сам себе психолог. Это уникальная возможность встретиться и победить свои страхи любой направленности. У нас будет, как всегда, 4 эфира. Эфиры будут в 8 вечера по Москве по четвергам. И в течение месяца у нас будет с вами чат в WhatsApp. Этот курс, марафон, направлен на то, что я управляю своей жизнью. Я побеждаю свои страхи. Страхи, фобии, панические атаки. Зачем они нужны в нашей жизни? Почему? Откуда они появляются? Как определить, я сейчас в состоянии справиться самостоятельно со своими страхами, фобиями, если у меня есть панические атаки, и когда мне нужно обращаться к специалисту? Далее я вам дам конкретную формулу, конкретную методику, технику, как бороться с любым страхом. Я дам рекомендации по образу жизни, питанию, для того, чтобы понижать уровень тревожности в вашей жизни. Самое главное, эти знания останутся с вами навсегда. Вы можете помочь не только себе, но также своим родным, близким, людям, которым нужна будет ваша помощь. Хватит обслуживать свои страхи, опасения и жить в тревоге. Курс будет длиться месяц, 4 ноября. И до февраля 2022 года, несколько месяцев, будет всегда открыт для вас доступ. Если вам сейчас неудобно проходить марафон, подписывайтесь к нам, включайтесь в процесс. И если что, вы всегда попозже можете самостоятельно завершить прохождение марафона. В общем, это кладезь полезной ценной информации, которая вам пригодится в быту для вас, для ваших знакомых и близких. Старт будет у нас 4 ноября, так что осталось не так уж много времени. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, вы можете мне на почту, я всегда ее оставляю в инфобоксе под моим видео, написать мне письмо с темой «Хочу в марафон». По поводу оплаты. Стоимость марафона участия – это марафон, 4 эфира, наш постоянный чат в WhatsApp на эту тему, мы общаемся, там, задания я вам буду давать для выполнения, да, отрабатывания методики. Это стоит 2300 рублей. Если еще одна опция, которую я ввела, как с ходом курса, я поняла, что это очень нужно, многие на это, об этом просят, это другая опция 4000 рублей. Это стоимость марафона, все то же самое, но дополнительно туда в течение ноября вы можете воспользоваться такой услугой, как мое индивидуальное консультирование, одна консультация. А теперь продолжаем смотреть видео. Знаете, я хочу очень легко ответить, здесь, мне кажется, всем все будет понятно, особый вопрос такого тоже не содержится. Здесь же дело не в нем, вы перекладываете вопросы, что это было, про полицию, зачем так просто... Вопросы надо задавать себе, что я чувствую, зачем мне это надо и так далее. Ну, главный вопрос про полицию, которая вас мучает, про штраф и так далее, а может ли он ради... Вот общался со мной час и штраф заплатил ради этого. Уважаемый автор письма, вы себя, ну скажем так, может, недооцениваете, считаете, что если заплатил он там штраф в пару тысяч лир, то для вас этого... Вы хотите чувствовать себя особенной, но не можете себе этого позволить, вы недостаточно себя любите. И пытаетесь сейчас всеми правдами и неправдами вообще вот этой каши всей, которую, по сути, это в вашей голове каша, пытаетесь это как-то оправдать. Давайте я расскажу с его стороны, что происходило, а потом немножко о вас. Вот про него. Обычно, типичное курортное знакомство на улице. Заплатил штраф, ну и что такого? Ну заплатил. Потом, знаете, он потом штраф себе, скажем так, отобьет в отношениях. Да, курортная зона, да, могут быть другие иностранки. Вы знаете, они как банный лист к одному месту прилипают, потом фиг отлипнешь и не отстают. Это нормальная здесь история о таких курортниках. И у меня есть видео, посмотрите, про стандартную схему курортников, когда ты... Он там пообщался как-то чуть-чуть, а потом улетает, ты улетаешь, и он тебе начинает написывать прям любовь-морковь. Вот та же схема, вы посмотрите мое видео, по какой схеме курортники разводят туристок. Вот эта маленькая эмоциональная а-ля из пикапа зацепочка, немножко общались, а потом он тебе... Ты улетаешь, он тебе там в любви кланяется. Все, там прям ноги тебе целуют. Люблю, люблю, детей хочу. Только у вас сейчас проблема, знаете, что в вашей голове здоровый, здравый смысл говорит, это ненормально. Он врет, он несерьезный, все это было несерьезно, это курортная история. Я должна привозить с курорта пахлаву магнитики, а не кавалеров. Вот окей, здравый смысл. Но внутри вашего сердца что-то ёкнуло. Что ёкнуло? Что на меня? Из-за меня заплатили штраф, потратили деньги. У вас вообще проблема личная? Это внимание к вам и трата на вас. Это ваш больной пунктик. Ваши чувства, он наступил на ваш, может быть, невроз. Поэтому он вас задел. И ваш здравый смысл логический и чувства эмоций сейчас борются в голове. Поэтому у вас каша. Вы не знаете, к чему прислушаться, к ангелочку на плече своему или к демону. Так вот, что у нас в неврозе, скорее всего, скорее всего, это то и есть. Это то, что денежку потратил. Вы мне даже спрашиваете, а что, так это нормально? Это к девушке знакомой всего лишь там час. Нормально, что он деньги так потратил? На штраф для него это было? То есть, я особенная? Или все турки так делают? Вот у меня о чем спрашиваете. Скажите, я особенная? Вам надо чувствовать себя особенной. Вам не верится, что я особенная. Потом он написывает про любовь морковь по интернету сразу же. Ой, ну я понимаю, что я просто съезжаю с темы. Я себя как оговариваете? Мамина установка быть хорошей девочкой. Минусы в карму. Это же какая-то, это же брехня, на самом деле, да? Минусы в карму. Кто карму эту видел? Она есть. Это же убеждение людей, где-то придумано. Мама мне говорила, так вы уже взрослая, не делайте, как мама говорила. Не будьте хорошей девочкой, не надо ему отвечать. Прервите общение. Но нет. Я оставляю дверь приоткрытой, правильно? Потому что мне так приятно чувствовать себя особенно, и мне важно его внимание. и здравомыслие ваше говорит одно, а вот это ощущение быть особенной, выделяли, чтобы на меня денежку тратили. Ну, не на меня, а вот в связи со мной. Вот это просто как факт выделения меня, затраты его. Вот эти приятные слова. И вы так подчеркиваете, что он там хотя бы через день мне все равно пишет. Я его не отвечаю, уже отвергаю, а он все равно бьется, бьется, пишет. Скажите, это правда может быть любовь? Ваш вопрос-то как заключается? Что это было? Ему можно доверять или нет? Скажите, что мне делать? Я вам не скажу, что вам делать. Нет. Я считаю, что вам надо написать свои плюсы и минусы этой ситуации, верить ему или нет. И варианты, то, что он может обманывать или нет, прям на листочке выпишите. Может, потому что та-та-та-та-та-та. Плюсы, я вот чувствую там нужность, внимание и та-та-та-та. Признайтесь хотя бы себе, что вам это приятно его внимание, вот честно. Потому что тут этим только и веет. По поводу штрафов полиции ваш вопрос вообще. Вот у вас в голове каша сумбурный. Вопрос ваш, честно говоря, сумбурный. Такой кашеобразный, неконкретизированный. Вот даже я, давайте я его зачитаю, потому что я конкретно вопросы, да, отвечаю. Вот. Не очень свидетельствует, он мне инстаграмму не спросил, не очень свидетельствует о серьезности намерений. Да, естественно. Правильно, все ваше здравый смысл говорит вам правду. Я с этим абсолютно согласна. Вот вы и ждете подтверждения от насчет серьезно, о чем доверяться ему или нет. Нет, конечно. Посмотрите мое видео про схему развода курортников. Это история, как он с вами знаком, очень на это подходит. Он вас эмоционально зацепил крючком с вот этим штрафом. И вы уже повелись, телефон дали, растаяли. Вы об этом и пишете. Вся ситуация, особенно эпизод с полицией, мне не до конца понятен. Зачем проблемы с полицией только возможного приятного времяпрепровождения. То есть мне вообще не верится, что на меня что-то потратить. Могут какой-то штраф заплатить. Ну что тут про полицию? А в начале было. Вот. Меня до сих пор мучает вопрос, насколько для них это серьезно. Штраф, ну если у человека есть деньги, для него этот штраф не серьезный. Какие отношения у турок с полицией? Что значит какие отношения? Что они? Вы мне спрашиваете, что все турки боятся полицию или дружат, общаются? Что? Странный какой-то вопрос, честно говоря. Я его вообще не понимаю. Такой же, как у всех людей с полицией. У них это рядовая ситуация. Что именно? Штраф заплатить средовая ли эта ситуация? Ну если ты нарушаешь, то заплатишь. Зачем если человек, которого ты не видел не более часа в своей жизни, нарываться на штраф? Или штрафа не было и ограничились предупреждением. Я не знаю, что у них там было. Я там не была, свечку не держала, чем у них там ограничилась, что за бумажки ему выписывали. Может быть, и ничего не заплатил. Но всем вот этими вопросами вы просто пытаетесь выделить, понимаете себя, свою значимость для него. И я, он для меня все это делал. Я ему нужна. Я не хочу вас убеждать или разрушивать ваши мечты, разрушать. Принимать за решение за вас я тоже не буду. Вот знаете, что я вам скажу? Вы сами принимаете решение слушать свой здоровый смысл или поддаваться своим чувствам. Но если у вас не взяли Инстаграм, о нем не спрашивают и не парят себя, скажем так, в Инстаграме, это вам повод задуматься, о чем вы, собственно, и пишете. Я с этим абсолютно согласна. И то, что штраф условно заплатил, даже вот этот вопрос возьму, который вас беспокоит, это не показатель его серьезных намерений. Да, рядовое дело. А может там штрафа не было? Вы же не знаете и не понимаете этого. Не надо притягивать то, чего нет, за действительное выдавать то, что придумано. Не надо это натягивать. Но при этом, вы знаете, какой позиции? Я все такая, недоступная, я вот отвергну. Ну, отвергните, заблокируйте, все вычеркните. Вы же сказали, не надо с отпуску привозить какие-то такие подарки странные, пахлавы, магнитиков хватит. Вот, все, прекращайте общение тогда. Но, я точно скажу, вас к себе расположит любой мужчина, который даст вам почувствовать себя мимолетно в нескольких моментах, вот так на крючок подсядете, который вам даст почувствовать себя особенной. То, и для которой что-то делают. Любые усилия, для вас сделанные другим человеком, они вас сразу же к себе располагают. и это ваша личная, скажем так, отчасти проблема. Будьте в этом плане осторожны на будущее с людьми. Вы очень легко можете довериться людям, которые покажут чуть-чуть участие какой-то в вашей жизни, беспокойство о вас, для вас это уже будет прям критерием особенностей. Будьте с этим осторожны. Спасибо за внимание. Пишите комментарии девушки, что вы думаете по этой истории, напишите ей советы, не знаю, правильно ли я и что-то ответила я не знаю еще, посмотрим реакцию и напишите в комментариях, что вы думаете. И напоминаю, что всегда под видео я оставляю свою почту в инфобоксе. Если вы хотите поучаствовать в моем марафоне, который начнется 4 ноября, стартует на месяц, то напишите в теме письма «Хочу в марафон». Если вы хотите публикацию вашей истории, как здесь сейчас было, письмо написать, то напишите просто историю от анонима. А если вам нужна моя консультация как психолога, то в теме письма напишите «Консультация». Еще раз спасибо вам за уделенное внимание этому видео и мне. Спасибо, скоро увидимся, до новых встреч!